Всем привет! На канале реальная журналистика программа «Что произошло?». Мы пока еще имеем возможность свидеться с вами, и поэтому в студии сегодня я, Евгений Анисимов. Сегодня я подведу итоги недели и сделаю это так, как никогда не сделал бы в эфире. Итак, поехали! Страна наша в руинах. Вместо образования и работы – тюремно-лагерная романтика. Рабочие специальности осваивать больше вообще не надо. На зоне, видимо, интереснее. К ней, то есть к зоне, теперь готовят с юных лет. Моя коллега Александра Белова разбиралась. Арестантское уркоганское единство или арестантский уклад един. Идеология заключенных, которая вовлекает молодых людей, да и что там совсем детей, в криминальную среду. Ауе – это не кружок по интересам. Это жизнь по понятиям, которая некоторым кажется настолько привлекательной, что еще не выговаривая всех букв, они уже знают, что такое общак и греф. За последние 10 лет эта проблема выросла из заголовков местных газет в сюжеты на федеральных каналах. Еще бы! Малолетние уголовники успели навести шума. 2011 год. Забайкальский край. 9-летний мальчик систематически подвергался сексуальному насилию со стороны сверстников. 2013 год. Бурятия. Детдомовцы закидали камнями участников торжественного шествия. 2014 год. Забайкальский край. 10 подростков под крики «Ауе» напали на начальника временного отделения полиции и его напарника. 2014 год. Казань. 16-летние подростки убили мальчика и его отца на стрелке. 2015 год. Бурятия. В местных школах старшеклассники собирают греф на зону. 2016 год. Город Хилок. Дети разгромили полицейский участок, вызволяя друга. 2016 год. В Уссалимском гвардейском кадетском корпусе культивируется арестантский порядок. 2017 год. Башкирия. Подростки до полусмерти избили сверстника. 2017 год. Кубань. Малолетний преступник убил многодетную мать. 2017 год. Челябинск. На фестивале «Красок Холли» группа подростков окружила полицейскую машину. Дети разбили фару, закинули на крышу мешок с мусором, скандировали АУЕ. 2017 год. Екатеринбург. 10 человек, подростков 15-16 лет, убили 40-летнего мужчину. 2018 год. Улан-Удэ. В школе номер 5 в микрорайоне Сосновый Бор девятиклассник напал на учеников и учительницу с топором. 2018 год. Саратов. Более сотни подростков столпились у ТЦ «Победа Плаза». Пришли на стрелку. Казалось бы, дети. Ну что стоит дяденьке полицейскому шикнуть на шпану и прекратить это? Но все не так просто. То ли гордость не позволяет, то ли занятость слезть с дела юнцов. Да только все жертвы АУЕ в один голос говорят, идти в полицию бесполезно. Игнорируют. Сначала думаешь, ну бред же. А потом начинаешь копать глубже и неожиданно для себя понимаешь, что органы внутренних дел и детские психологи сами ведут себя как дети. Первых не отпускают говорить с прессой. Зачем? Они ведь делают буклеты, информационные стенды, они разговаривают с детьми. А вторые, представьте себе, в проблему не верят, поэтому и комментарии давать отказываются. А препирательства эти делу не помогают, и малолетние преступники все так же вольны делать то, что хотят. Один из самых недавних и страшных случаев произошел в начале августа. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 20-летнего жителя города Березовский в Свердловской области Дмитрия Рудакова. На записи видно, как Дмитрий выходит из подъезда. Всего через несколько минут подростки уведут его в гаражи и там убьют. Группа подростков 13-16 лет в нетрезвом виде зверски убила 20-летнего парня с инвалидностью. Они заставили молодого человека раздеться. И пока одни прыгали на голове несчастного, другие с воодушевлением снимали происходящее. Молодой человек умер, а школьники разбежались. И кто знает, сколько еще подобных случаев было. Сейчас совершенно не хочется оборачиваться на то, что уже случилось. Сейчас самое главное – не допустить подобного в будущем. Березовчане не хотят повторения трагедии. Поэтому собирают подписи за проведение митинга с требованием о должном наказании убийцам. Как помогут буклеты 13-летнему мальчику, который однажды поймет, что он не нужен своим родным. Что у него никогда не будет красивой жизни, как по телевизору. И что на темной стороне у него куда больше перспектив. А как 9-летней девочке помогут информационные стенды, если в школе ее зажимают старшие и требуют деньги. А потом грозятся убить, если она пойдет в полицию или к родителям. Наша доблестная полиция борется с криминальной заразой, как только может. Недавно стали платить деньги из-за доноса. А не получится ли так, как было в 37-м году, когда не нравится тебе сосед, так позвонил в НКВД и соседа закрыли. А теперь это еще и экономически выгодно стало. Мой коллега Сергей Еремин спросил об этом у простых людей. Ну начнется всякая выдумка, только чтобы лишь деньги. Ну могут быть в каких-то интересах, чтобы получить, оговорить человек. А потом человек оправдывается, доказывает, что ты не осел. Глупость властей или кого-то там. Ну это не русский менталитет, ну что теперь делать, раз нам насаживают всю эту байду западную. Ведь стучат-то от удовольствия, а не за денег. Понимаешь, а деньги если платят, это как вот вам за профессию. Нравится снимать, а еще и платят. В принципе, даже не знаю, как к этому относиться. Ну вообще мне сказали, ну говорили, что доносить на кого-то это плохо. Патриотические организации тоже сопротивляются. Вот придумали они проект отряды Путина. Вот только насколько этот проект действительно патриотический и чего он принесет больше пользы или вреда, судите сами. Следующие кадры мы оставляем без комментариев. ПУТИН! 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 Да что вы враги тут, враги. Вот этот враг первый, вон там второй, третий. Вам надо не потребовать, чтобы эту организацию убрали. Вот руководитель, чтобы я не сожаривала. Вот руководитель, а вот руководитель, а вот руководитель. Закрыть его! Закрыть его! Закрыть его! Закрыть его! Чтобы вообще не существовало! Закрыть его! Закрыть его! Закрыть его! Закрыть его! Ой, девочки, я так жалко американцев. Прямо я не знаю, бедные люди рабочие. Их меньше всего. Их ни за что там считают. Не плачьте. Все будет хорошо. Обязательно Путин поможет. Он всем помогает и американцам поможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужна нам американская продукция. Ну правильно. Вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне то. О, вот, 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 вот. Мы за своего президента, за настоящего и за будущего хоть на северный полюс. Пойдем! Лучше Путина нам не найти! На новый срок ему надо идти! Вчера этот господин опять на Россию гавкает. Да что это мука такое вообще? Больше я никогда в Телеграм сидеть не буду. Туда ему и место. Дорога его туда. А по-моему настоящая диверсия под патриотическое движение. А может быть и простой дебилизм чиновников, ответственных за этот сектор работы. Вот шоу будет, если координаторы этих самых отрядов неожиданно переедут на ПМЖ в Америку. А бабушки узнают об этом из передачи Вести недели с Дмитрием Киселевым. Кстати, все это легко объясняется. Объяснить это попытался представитель Всероссийской полицейской ассоциации Владимир Кольцов. Как вы думаете, народ может выйти на улицу? Это последний вопрос. Народ может, естественно, потому что, как говорят, загнанного зверька и тот начинает кусаться. Значит, сегодня условия проживания народа все более и более усложняются, поэтому рано или поздно народ выйдет на улицу. Почему все это приведет? Боюсь, что может привести так же, как на Украине, к гражданской войне. Почему? Потому что сегодня есть люди, которые способны держать оружие. Есть негативная часть людей, которые будут применять с участием международного синихского движения, значит, оружие против гражданского населения для развязывания специальных конфликтов, как это было предыдущее на Украине в той же активизации Майдана и расстрела правоохранительных и гражданских лиц. Вешенкой на торт на прошедшей неделе стало неудавшееся обращение президента Владимира Путина к народу. В своей речи глава государства фактически поддержал пенсионную реформу, которая сейчас активно протаскивает либеральное крыло нашего дорогого правительства. Однако предложил ее смягчить. Правда, смягчение это вызвало еще большее раздражение у граждан. Предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Сенсации не вышло. В этот раз о возможном обращении Путина по поводу пенсионной реформы стало известно еще за несколько недель до онного. В числе возможных дат назывались 28 и 29 августа. Многочисленные сливы и утечки информации из аппарата администрации президента позволяли сделать вывод о том, что пенсионная реформа протаскивается через парламент по заранее утвержденному сценарию. По всей видимости, авторы ориентировались на известную русскую пословицу «проси больше, получишь меньше». И потому заранее придумали два варианта пенсионной реформы. Первый предполагал повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Депутаты от партии «Единой России», составляющей большинство в парламенте, единогласно проголосовали за эту инициативу, и закон был принят в первом чтении. Но в соответствии с теми же утечками, а изначально, ну или практически изначально, существовал и второй вариант законопроекта, имеющий два отличия от первоначального. Согласно этого документа, пенсионный возраст для женщин должен составлять 63 года, а тем, кто хотел бы выйти на пенсию в срок установленной Конституции, пришлось бы родить пятерых детей. Задумано было все так, чтобы после народного недовольства, вызванного первым вариантом законопроекта, Путин смог бы объявить о смягчении условий и выступить в роли спасителя России от правительства, состоящего из либералов, технократов и коммерсантов, и тем самым поднять свой, мягко говоря, пошатнувшийся рейтинг. Однако политтехнологи Кремля оказали президенту медвежью услугу, и после его выступления по интернету поползли гневные отклики, а многие политические силы объявили об активизации протеста. Это была краткая версия программы «Что произошло» на канале «Реальная журналистика». Полную же версию смотрите в эфире Крик ТВ, а запись ищите в интернете, если сможете усидеть 30 минут за монитором. Да, длинновато, но зато интересно. Увидимся здесь через неделю. Надеюсь.